Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен четкий мотоцикл «Айда» в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Сегодня мы разберем мотор Volvo, снятый с автомобиля Ford. Итак, встречайте очень надежный 2.5 Turbo. Пятицилиндровые двигатели были визитной карточкой компании Volvo на протяжении аж 20 лет. Мы уже разбирали атмосферный 2.5 и разбирали более редкий у нас 2.0 Turbo. Сегодня мы будем разбирать последнюю модификацию этого пятицилиндрового двигателя. Любопытно, что этот мотор снят не с автомобиля Volvo, а с автомобиля Ford Focus ST. Напомним, что прежним владельцем компании Volvo была компания Ford. Им очень приглянулся этот шведский двигатель мощностью от 200 до 225 лошадиных сил и его потенциал. Ford ставили его на Mondeo 4, Kuga S Max. На крышке декоративной красуется надпись Duratec. Но, разумеется, с атмосферными Duratec в этом моторе нет ничего общего. В каталогах запчастей этот двигатель имеет свои обозначения. Volvo устанавливала его на все свои модели под обозначением B5254, T3, T6 и далее до T11. Этот двигатель под маркетинговым обозначением T5 устанавливали на все автомобили, которые созданы на платформе Ford Focus. Это C30, C70, C40, V50. Также этот мотор достался S80 и V70 последних поколений. На крышке багажника этих автомобилей красуется надпись 2.5T. Знатоки Volvo вспомнят еще несколько модификаций этого мотора. Первая модификация появилась в 1997 году. Она была оснащена механическим дросселем, и фазовращатели отсутствовали. B5254T2 – это базовый двигатель для XC90 и самый желанный для S60, S80 и V70. А B5254T5 устанавливали на Volvo S60 T5 второго поколения. Самой форсированной модификацией является версия B5254T4 – 300-сильная, которая устанавливалась на S60R и V70R. А компания Ford назвала этот двигатель Duratec RS и устанавливала на Ford Focus RS. А 350-сильная версия этого мотора устанавливалась на лимитированную версию Ford Focus RS 500. Ранние версии шведской турбопятерки отличаются от поздних версий для автомобилей Ford. Во-первых, двигатели получили новые лопастные фазовращатели. Также изменилось местоположение управляющих соленоидных клапанов. Масляный фильтр переехал с поддона под выпускной коллектор. Также турбокомпрессоры стали единой частью с выпускным коллектором, а легкосплавный впускной коллектор превратился в пластиковый. 2,5-литровая турбопятерка во всех версиях надежна и неприхотлива. Секрет долгой службы этого мотора – хорошее обслуживание. Даже 300-сильные чипованные моторы ходят прекрасно. Но если этот двигатель попадает в руки наездника, который купил автомобиль на последние деньги, то тогда эти моторы умирают, как в нашем случае. Наездник уездил двигатель до клина. Кожух ремня ГРМ пластиковый, что является стандартным решением для многих моторов. Бывали случаи, что оборванный ремень навесного оборудования затягивало под кожух в районе шкива под ремень ГРМ. И тогда ремень ГРМ перескакивает, что приводит к встрече поршней и клапанов. Раз один в два года на двигателях 2,5 turbo надо проводить чистку радиаторов. Интеркулер, радиатор охлаждения, основной и радиатор АКПП плотно упакованы. В щели между ними забивается грязь и пух. От этой шубы надо избавляться, чтобы не довести мотор до перегрева. На дорестайлинговых моторах использовались турбокомпрессоры Mitsubishi TD-04. Там горячая часть перекручивается к выпускному коллектору. А на рестайловых моторах для автомобилей Ford используются турбокомпрессоры KKK BorgWarner. Там горячая часть улитки, как в нашем случае, отлита вместе с выпускным коллектором. На большинстве двигателей используется турбокомпрессоры K04, а на мощных двигателях более 300 лошадиных сил – K16. Нередко на этих двигателях приходится менять прокладку выпускного коллектора, потому что газы просекают наружу. Вообще турбокомпрессоры очень надежные и ходят примерно 250 тысяч километров. Даже на чипованных моторах при агрессивной езде турбины ходят по 100 тысяч километров. Если двигатель 2.5 турбо потерял тягу, то, скорее всего, пришло время управляющего соленоидного клапана, который управляет перепускной заслонкой турбины. Реже возможна другая ситуация – передув. То есть, двигатель ведет себя очень бодро, но начинает набирать обороты спинками и сваливается в аварию. В тоже виноват соленоидный управляющий клапан. Сопротивление на пинах исправного клапана должно быть от 26 до 36 Ом. Шведская рядная турбопятерка оснащена распределенным впрыском. Как правило, форсунки никаких проблем не вызывают для профилактики. Их можно отдать на чистку раз в 200 тысяч километров. На рестайловых моторах иногда снижается производительность бензонасоса, и тогда двигатель набирает высокие обороты с провалами. Катушки зажигания на моторах 2.5 турбо служат долго, но некачественные либо же изношенные свечи могут их прикончить, на что будут указывать ошибки по пропускам зажигания. Отметим, что у моторов Volvo характерно разрушение защитных рукавов проводов. Следом разрушается и оплетка проводов. Эта проблема едва ли заметна на двигателях 2.5 турбо, потому что они свежее, чем двигатели 2.4 турбо. В любом случае при замене свечей зажигания не стоит игнорировать труху от защитных рукавов проводов. Ну а теперь пришло время рассказать о проблемах с вентиляцией картерных газов, о которых должен знать каждый владелец этих моторов на Ford или Volvo. Обязательно! Итак, на бензиновых моторах Volvo между впускным коллектором и блоком находится бак маслоотделитель, в котором картерные газы отделяются от паров масла. Масло потом из этого бака стекает в блок цилиндров. Так вот, если этот бак закупорится, также закупорится вот эта небольшая трубка, то тогда давление картерных газов начнет выдавливать масло через сальники, плюс мотор еще начнет расходовать масло через впуск. Работоспособность системы вентиляции картерных газов проверяется очень просто. Для этого на холостом ходу надо снять пробку маслозаливной горловины, и если она подпрыгивает и наблюдается сброс давления газов, то тогда надо менять маслоотделитель, две верхние трубки и одну нижнюю. Также есть еще один способ – надо снять пробку маслозаливной горловины, надеть на нее резиновую перчатку. Если перчатка при работе двигателя на холостом ходу надувается, то тогда проходимость системы вентиляции картерных газов неудовлетворительная. Эти симптомы касаются как для моторов Volvo, так и для моторов Ford. У обновленных 2,5-литровых турбопятерок присутствует мембранный клапан. Мембрана в нем живет 3-5 лет, затем лопается и при этом возникают обратные симптомы, то есть разрежение в картере. Пробка маслозаливной горловины присасывается, а также всасывается щуп. Также может быть слышен свист воздуха через порвавшуюся мембрану. Этот свист исчезает, если достать щуп либо снять пробку маслозаливной горловины. Эту мембрану можно поменять отдельно, сняв крышку с маслоотделителя. Неоригинальных мембран в продаже много, оригинала не существует. А вот если маслоотделитель закупорился, то его надо менять на новый. Новый стоит оригинальный 300 долларов, потому что он идет одной деталью с корпусом масляного фильтра и мембранным клапаном, прижат к блоку цилиндров через резиновые прокладки. Но сегодня раскидать этот мотор нам поможет человек, который работает на «АвтоСтронг-М» уже год. Знакомьтесь, Евгений. Мы начинаем нашу разборочку. Ресурс муфт-позозавращателей, завидающихся на «АвтоСтронг-М» и «АвтоСтронг-М» зависит от качества масла и его уровня. Если владелец меняет масло каждые 10 тысяч километров, то муфты без труда ходят 200 тысяч километров, а если экономят, то 80-120 тысяч километров. Симптомы – стандартный треск после запуска мотора. Иногда с муфтами распредвалов случается неприятность. Сальники распредвалов протачивают в их корпусах канавки, и тогда масло медленно начинает просачиваться наружу, покрывается пылью и попадает на ремень ГРМ. Если при износе сальников обнаруживается износ на муфтах, то тогда надо менять муфты. Муфты стоят за впускную 220 долларов, за выпускную – 300 долларов. Но есть умельцы, которые ставят сальники побольше и тем самым решают проблему. В нашем случае на шейках уже видны следы износа. Характерной особенностью автомобилей Volvo является то, что клапанная крышка является верхней постелью распредвалов. Если говорить о состоянии, то между толкателями чисто, а вот между кулачками распредвалов нагар. Подозрительно. По традиции в двигателях Volvo гидрокомпенсаторы отсутствуют, а в клапанной крышке этого двигателя исчезли отверстия пробки, через которые щупом можно было измерить тепловые зазоры. Вот те, кто не верит, никаких гидрокомпенсаторов здесь нет. И что нас удивляет, что какие-то умельцы уже подтачивали толкатели. Бензиновые двигатели на немалом количестве автомобилей Volvo порадовали своих владельцев течью масла по сальникам распредвалов. Да, есть объективные причины для течи сальников. Но сальники иногда могут потечь и без объективной причины. Поэтому стоит осматривать сальники на течь масла и менять их при необходимости. Особенно нельзя игнорировать течь масла со стороны ремня ГРМ, потому что это может привести к перескоку. Взглянуть на ремень ГРМ и муфты можно просто снять верхнюю часть кожуха ГРМ пластикового. Существует рекомендация поменять все части пластикового кожуха ГРМ, если на них попадало моторное масло и они деформировались. Потому что есть редкие случаи обрыва ремня ГРМ из-за касания деформированных пластиковых частей кожуха ремня ГРМ. Вот, собственно, почему мы разбираем этот мотор. Мотор на разборку, здесь явно была вода. Если говорить о ГБЦ Volvo, то нареканий по ним нет. Ничего плохого с ними не случается. Блок цилиндров алюминиевый, открытая рубашка охлаждения и в него залиты чугунные гильзы. Некоторых владельцев Volvo этот блок огорчил трещиной. В третьем цилиндре трещина появляется вдоль продольной оси блока сверху. Эта проблема решается перегильзовкой либо заменой блока. Перегильзовкой, как в нашем случае. По состоянию в блок явно попала вода, поэтому коленвал этого двигателя и не прокручивается. Этот блок гильзовали и установлены между цилиндрами вот такие проставки, которых по оригиналу быть не должно, а прорези быть должны. Кстати, этот двигатель пользуется уважением у специалистов в сфере тюнинга и также прекрасно выступает в драг-рейсинге. Мощность до 400 лошадиных сил он выдерживает отлично без особо сложных переделок. А вот если мощность до 900 лошадиных сил, то специалисты демонтируют штатные гильзы, либо усиливают блок проставки, завязывая стаканы гильз на блок цилиндров. А некоторые исправляются ввинчиванием штифтов вокруг верхней части стаканов гильз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, впервые в нашей разборке поршневые кольца не закоксованы, а заржавели на хрен. Это единственные поршни, которые мы смогли достать. Вообще до попадания воды в этот двигатель он жил хорошо, потому что износ на шатунных кладышах, на коренных, на коленвале минимален. Еще добавим, что этот мотор хотели починить так себе умельцы. Вот к чему привел этот ремонт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кому интересно, в блоке присутствуют маслофорсунки. Разборка закончена. И сегодня мы разобрали отличный турбомотор от Volvo. Все-таки турбомоторы могут быть надежными. Привет, Volkswagen. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас только отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».